здарова и шамшурин привет тебе из не солнечного еревана потому что обычно ереван солнечный но вот последние дни он какой-то прям влажный но это очень круто здесь короче видео следующая тема очень и очень важная наболевшая постоянно люди спрашивают как понять что я сам себя обманываю вот со стороны реально виднее да когда кто-то себя обманывает а когда я вот внутри этой ситуации я этого не замечаю и да здесь я дам тебе очень простой метод который позволит тебе понять где и как ты сам себя обманываешь а самообман это ужасная штука потому что он не то есть из-за него ты не реализуешь свои желания свой потенциал из-за него ты не живешь счастливой за него ты не получаешь а жизни то что ты хочешь представь у каждого из нас есть какие-то желания мечты цели амбиции потребности либо какие-то ситуации с какими-то людьми которые может быть конфликтные или какие-то неразрешенные и так далее и вот все очень просто как понять что ты сам себя обманываешь значит если твои цели и мечты уже какое-то продолжительное время продолжительное значит от месяца не реализуются если твои потребности какие-то не закрыты причем допустим проходит какое-то уже достаточно большое время они ничего не меняется в этом вопросе если есть какие-то люди или ситуации в которых ты встречаешь каких-то людей и ты там чувствуешь себя плохо значит все очень просто ты сам себя обманываешь вот так вот цели не закрыты не то что ты вчера поставила какая-то глобальная цель здесь надо конечно соизмерять например если ты хочешь мороженку и ты уже два часа эту мороженку не не ешь или там уже целый день прошел без мороженки значит цель не закрыта если ты хочешь там купить себе новую тачку окей на это нужно дать себе больше времени например там год полгода не знаю но если понимаешь что уже там год два три прошло и цель не закрыта значит есть элемент самообмана все просто допустим пример такой ты хочешь переехать в другой город ты себя спрашиваешь давно ли я хочу переехать например уже пару лет тогда здесь уже есть самообман сто процентов потому что это достаточный срок для того чтобы что-то поменять в этом направлении конечно же твой мозг если сейчас будешь сам себя спрашивать вообще не обманывали я себя он будет говорить не-не-не-не-не братан все нормально все нормально он будет говорить сочи ну для этого же надо вот этом деньги там то-то то-то новую работу и это будет очень складно все звучать но если ты уже год или два не можешь переехать другой город значит ты себя обманывать здесь очень круто работает техника которая называется зеркало почему потому что ты садишься напротив зеркала смотришь глаза вот этому чуваку и начинаешь задавать ему вопросы самое возможно может быть чуть-чуть сложное в этом вопросе это задавать тому парню в зеркале нужны правильные вопросы вопросы самый такой правильный вопрос что ты для этого сделал это тебе подсказка от меня почему техника зеркала лучше работает потому что когда ты разговариваешь с тем парнем в зеркале он как бы бессознательно для тебя это же не ты какой-то другой человек чуть-чуть такое есть да понятно что твое отражение но так или иначе это другой человек и ты точно должен понимать что он сейчас в этот момент тебе вид поэтому спрашивай его а что ты для этого сделал там нет там работы нет денег там чтобы переехать другой город а что для этого ты сделал а что для этого и тогда будет проще понять что ты живешь в иллюзиях ты живешь в самообмане далее пример например ты хочешь чтобы у тебя была девушка или регулярный секс кстати ну любимая женщина либо просто регулярный секс это разные вещи абсолютно то есть регулярный секс регулярный секс его можно получить чисто технически любимая женщина по душе по сердцу там по любви это уже другая история и тут надо действительно чтобы повезло то есть кто ищет тот найдет когда у меня не было любимой женщины я делал много попыток да и эта женщина мне не попадалась не встречалась мне встречались женщины для секса но вот любимые я не мог встретить и получается что не в моих силах было вот встретите любимую на это повлиять но точно в моих силах было влиять на количество попыток в эту сторону в этом отношении а для тех любителей кстати чуть отличаемся которые говорят искать не надо девушка сама найдется я верю в такую теорию сама по такой логике же деньги сами найдутся там не знаю и любимая работа и все остальное друзья сами найдутся сами даже эти кошки не родятся как говорится я верю в такую теорию что ты должен предпринимать попытки это я сейчас в любом говорю русле ну в качестве женщин в первую очередь как пример ты должен предпринимать попытки и да она найдется сама в тот момент когда ты вообще нихрена этого не ожидаешь то есть ты вот ищешь по жизни делаешь попытки а потом в какое-то утро ты проснулся там пошел не знаю взять себе кофе в кофейню в соседнем здании в сланцах и увидел ее такую же заспанную в шортах но когда ты делал до этого попытки у тебя есть опыт вот этого упп увидел понравилось подошел или заговорил попытки нужны для того чтобы выработать у себя готовность не прощелкать ее ты раз что-то парой слов перекинулся там заспанный зеваешь а в итоге это все переросло в какой-то бурный продолжительный роман потом свадьбу детей там и так далее то есть я верю что любимую женщину ты можешь найти вот так и я верю также в то что вселенная дружественное когда ты предпринимаешь попытки к чему-то какой-то момент она так и говорит ну ладно этот парень уже заслужил дам я ему то что он хочет ну а если не искать ее не делать попыток то ну я думаю это скорее похоже на чудо если ты действительно встретишь ту самую потому что в моем понимании та самая любимая женщина и в твоем возможно это все разные вещи большинство мужчин думают ну вот встретились поженились если на ком попала да и потом сидеть и мириться с ее какими-то недостатками которые тебя не устраивают если ты ищешь идеальную женщину для себя только поиск так вот про самообман если у тебя есть потребность то есть пока девушку отложим в регулярном сексе вот я хочу чтобы был регулярный секс с красивыми классными девушками либо тебя что-то не устраивает в текущем партнере да получается так значит у тебя что правильно у тебя есть такая потребность потом ты спрашиваешь этого парня в зеркале потребность твоя закрыта он тебе говорит честно нет не закрыта далее следующий вопрос который ты ему задаешь а что ты сделал для того чтобы закрыть эту потребность реализовать это желание ну и наверняка этот парень зеркале ответит ну почему я знакомлюсь там на сайтах знакомств вот я вот тут девушку с работы пригласил недавно на свидание только свидание но ничем хорошим не закончилось ключевое ты спрашиваешь твоя потребность в итоге закрылась или нет да ты делал действия делал закрылась ли потребность он говорит нет значит что ты делал либо неправильные действия либо недостаточное количество действий потому что есть факт потребность закрыта не закрыта значит ты чего-то в том объеме или в том количестве или в том качестве не делаешь или действия неправильные не структурные и так далее соответственно если ты продолжаешь жить с незакрытой потребностью значит ты продолжаешь обманывать себя каждый божий день и значит когда ты сам себе говоришь но я же делаю что-то в этом направлении это тоже самообман делаешь что-то в направлении техническом да то есть мне нужно больше секса секс получить очень просто и легко еще раз это нелюбимая женщина то есть просто определенный порядок действий и у тебя в любом случае будет какой-то выхлоп следующий пример ты например не умеешь говорить нет и как и многие кстати да и на какую-то просьбу какого-то знакомого мужчины там с работы или кого-то который попросил тебя дать ему денег ты вынужден был согласиться в долг дать да из к ну ладно на возьми хорошо он горит ты же обещал там дай мне и ты ему даешь денег хотя в этот момент ты прекрасно знаешь что скорее всего он эти деньги не вернет или вернет очень не скоро и например ты уже дал денег если в твою голову продолжают приходить какие-то мысли то есть тут и ситуацию не закрыл получается внутри своей головы ты все время думаешь сожалеешь блин зачем я это сделал зря наверное не отдаст значит ты тогда себя обманул это реально просто если какая-то ситуация с кем-то с родственником не с родственником с кем угодно произошла и ты про нее забыл все идешь дальше как бы все значит все было честно если там начинается фрустрация рассуждения какие-то самоедство это самообман и значит сейчас надо хоть что-то сделать в том направлении неважно поздно не поздно чтобы эту ситуацию исправить вплоть до того что хотя бы сказать ему пойти прямо вот встретиться с ним сказать слушай я тогда перешагнул через себя я тогда себя обманул когда дал тебе деньги я не хотел тебе их давать поэтому я требую их не до немедленно вернуть если он их тебе не вернет хотя бы скажи ему слушай тогда теперь ты знаешь что тогда я себя обманул и я не хотел давать тебе деньги и больше я никогда в деньги в долг давать тебе не буду зная об этом хоть что-то ты должен сделать в том направлении даже если уже саму ситуацию не поменять но хоть что-то зато честное ты должен сделать в том направлении и если тебе в голову придут мысли а че сейчас после драки кулаками махать да нет важно хоть что-то хотя бы сказать или сделать в этом направлении тогда тебе реально станет легче и критерии понимания самообманут или нет очень прост если тебя не парит какая-то ситуация ты ее уже отпустил забил на нее только честно значит окей ты с тобой честен если ты все время об этом думаешь значит от самообман и ключевое люди настолько привыкли себя во всем тотально везде по жизни обманывать и как бы ну можно долго рассуждать почему зачем то есть одна из версий это дает им некую защиту реально хотя это защита иллюзорные и например когда у тебя чего-то не реализована какая-то потребность хотелка с кем-то не закрыт какой-то гештальт с каким-то человеком ты когда будешь более старым дай бог дожить при такой жизни как сейчас до старости ты все равно люди в возрасте люди старые они реально более честные сами с собой ты все равно потом поймешь что блин я тогда себя обманул я не сделал того чего хотел и что должен был не сказал что-то а это некая защита потому защита от боли это можно понять конечно да но ситуация не поменяется боль будет с тобой всю жизнь если ты где-то себя обманываешь например я чего-то хочу я этого не делаю я начинаю сам себе придумать да нет блин да это не все фигня не мне на самом деле ты и не надо мне но внутри ты ты знаешь что это не так и если ты сам себе признаешь да я ничего не сделал для то или сделал мало попыток или сука сделал 100 попыток а я должен был сделать 150 попыток лишь бы ну я не остановлюсь пока это не получу вот это правильный подход если ты себя обманываешь ты типа защищаешь себя от боли да типа потому что когда я говорю себе я сделал мало мне больно да мне больно кто виноват и я виноват но это не настолько сука смертельная боль и непереносимая чтобы ее нельзя было как-то вытерпеть зато есть хоть какой-то шанс изменить свою жизнь получить желаемое а всех тех кто хочет закрыть свою потребность хотя бы в регулярном сексе да и в дальнейшем в поиске женщины нахождение этой самой лучшей женщины никакой попала самый лучший я с удовольствием приглашаю на тренинг практика ближайший который состоится 20 июля бронируйте места здесь по ссылке заранее ребят тренинг практика это уже давно не про женщин это про то как не обманывать самого себя как перестать это делать и соответственно дать себе шанс на какие-то успехи в жизни ссылка здесь внизу а